Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал Валериана. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Я рада приветствовать всех любителей парфюмерии, парзависимых людей, которые блуждают по YouTube и ищут что-нибудь для себя интересненькое. Я надеюсь, вы у меня задержитесь, что проведете это время со мной. И сегодня мне очень хочется рассказать вам о своих парфюмерных событиях, которые у меня происходят в моей парфюмерной жизни. Это также своеобразный как бы влог, то есть нарезка событий, которые у меня происходили. Кое-что у меня не влезло в предыдущий влог, и сегодня я дополню этими сюжетами свое новое видео. Значит, сегодня будут и распаковки новых ароматов, и обзоры новых парфюмов. Сегодня будут затесты в бракард, мои блотеры. Вот вы видите их в кадре. Огромное количество блотеров, которые я утащила из бракарда. Я недавно ходила в бракард, у нас открылся новый магазин, второй магазин в нашем небольшом областном центре. И это для меня очень удобно, это близко, то есть мне не нужно долго добираться до того магазина. Правда, магазин небольшой, то есть масштабы у него невелики, но продукции и парфюмов там достаточное количество. И я приехала специально, чтобы послушать новые ароматы, новинки и все, что мне в принципе хотелось. На меня смотрели эти консультанты как на какую-то не особенно вменяемую девушку. То есть вначале мне предложили помощь, консультацию. Я отказалась вежливость, сказала, что я самостоятельно буду выбирать себе парфюм или буду просто пробовать. Они поинтересовались, почему я все это записываю на блотерах. Я сказала, что хочу дома внимательно расслушать ароматы и сделать взвешенный выбор. И поэтому меня оставили в покое. Но в конце концов, когда они увидели, насколько я тщательно расслушиваю и распробую ароматы в магазине, как долго я оттуда не ухожу и как я всем там уже надоела, как много я использую блотеров, то эти блотеры каким-то незаметным образом убрали с того видного места, на котором я их постоянно подходила, брала. В общем, они так прозрачно намекнули мне, что мне пора уходить. Для меня это в принципе абсолютно фиолетово, не имеет никакого значения. Я нахожусь в своей привычной среде питания, в своем парфюмерном космосе, занимаюсь своим любимым занятием. То есть часто у меня такого не случается, чтобы я ходила по парфюмерным магазинам. И если уже я туда добираюсь, то я стараюсь как можно тщательнее все расслушать, распробовать, набраться парфюмерных впечатлений, и никто мне в этом не помеха. Я знаю, что я имею на это право. Я не нарушаю никаких законов, порядков, никаких дисциплин, поэтому я знаю, что могу там находиться, сколько мне заблагорассудится. В этот раз так и происходило, и я набрала около 20 блотеров. То есть я не спеша наносила эти парфюмы. Конечно, расслушивать каждый аромат у меня не было особенного времени, но я их все тщательно подписывала и складывала в свой блокнот. Консультанты смотрели на меня очень презрительно, неодобрительно и высокомерно, я бы так сказала. Но это привычное для меня поведение консультантов в магазинах Бракар. Ну что ж, давайте приступать. Значит, первое, с чего я начну, это ароматы Мансера. Я попробовала 4 или 5 ароматов Мансера, и они мне, ну, все практически понравились. Вот такое бывает крайне редко, и все эти ароматы я уже хочу. Ну что ж, давайте начнем с первого. Это аромат Маски Гарден. Все изображения флаконов я вставлю в видео. Я не буду углубленно рассказывать ни о каком аромате, потому что я их попробовала лишь с блотера, и проследила их жизнь на блотере на протяжении уже нескольких дней или даже недели, больше, чем недели. И могу сказать, что я точно уверилась, утвердилась в своем мнении, что ароматы классные, и я их хочу. Значит, этот Маски Гарден очень такой глубокий, мускусно-цветочный, с фруктовым оттенком, с густым, таким насыщенным звучанием аромат. Лично мне он очень понравился, никаких противных для себя неприятных нот я не услышала. И тонкостей, конечно же, я вам передать не могу, пирамиду я вам читать не буду, это лишнее. Просто хочу сказать сегодня, какие ароматы меня заинтересовали, и какие я хочу себе купить. Второй аромат, который мне очень понравился от Мансера, это Голд Престижиум. И этот аромат мне просто, ну, очень понравился. Кстати, хочу сказать, что предыдущий аромат, у него шикарный флакон, это черный непрозрачный флакон с золотым цветком. В общем, это мечта эстета, да, очень красивое оформление флакона. Голд Престижиум обычный флакон, как бы, но звучание просто великолепное для меня. Очень роскошное, дорогое, и праздничное, и нарядное. И, в принципе, его можно носить и в пир, и в мир. Очень насыщенное, густое. Здесь, насколько я понимаю, есть нота кожи. И эта кожа не выпирающая, не наглая. Это не такая прямолинейная кожа, с которой я всегда очень осторожна. Здесь кожа такая, какая мне нравится, к которой я уже готова. Этот аромат я также запланировала к покупке, потому что, ну, это мое, мне такое нравится. Сложное, затейливое, мудреное звучание. Следующий аромат – это Хиндукаш. Это аромат, который, наверное, многие уже знают, потому что он известен наличием в пирамиде марихуаны, да. Я вообще не знаток марихуаны. Вот, честно скажу, мне уже много лет, но, тем не менее, меня как-то не заносило в эту степь. Я практически никогда не определю, что пахнет вот травкой или марихуаной. Многие специалисты отмечают, что это действительно очень похожий аромат, но кроме марихуаны здесь присутствует красивая дымность. Возможно, это она. Вот эта дымность мне очень понравилась, и я заинтересовалась этим парфюмом, и я точно его себе куплю и буду с удовольствием носить, потому что меня в нем ничего не смущает. В нем нет никакого такого провокационного звучания лично для меня. Следующий аромат, который мне очень понравился – это Холидей. И этот аромат у нас прококос, который я очень хорошо сразу почувствовала. Это такая интересная солоноватая сладость. Здесь Тиаре, насколько я знаю, заявлен Иланки-Ланка. В общем, вот такой вот немножко морской отпускной аромат. Вот лично для меня. Красивая соленая сладость. Меня такое интересует в парфюмах, и я бы такой парфюм тоже хотела иметь. И последний аромат, который мне также очень приглянулся – это Ваниль Эксклюзив. Недавно у меня появился аромат – это Жардин, Жардин Эксклюзив, который очень напоминает ароматы в стиле Кирки. Этот аромат – о ваниле. И эта ваниль мне вначале показалась такой тропически звучащей, то есть я услышала красивую ваниль, но она была на красивой фруктовой подложке. И эта подложка мне напоминала что-то из тропических фруктов, типа манго, маракуйя, вот такой вот интересный, красивый, игривый замес. Но потом, когда я почитала ноты, оказалось, что здесь есть османтус и персик, насыщенный, красивый персик. Думала сначала взять пробники этих парфюмов для того, чтобы уже точно знать, но все-таки я думаю, что мне не понравится, потому что вот все вот это вот звучание, которое я прослеживала от самого начала до самого конца, как аромат раскрывается, мне все нравится. Но, знаете, это все-таки бумага, это не кожа. Бывают всякие эксцессы. Эксцессы, в принципе, я еще подумаю, может поступлю более благоразумно и возьму все-таки пробники или отливанты этих парфюмов перед покупкой. Так, следующие ароматы, о которых хотела вам рассказать, это бренд Нарцисса Родригес. Я не пробовала ароматы Оде Парфам Амбре, который вышел в 2019 году, не помню я, или в 2020, поправьте меня, если я ошибаюсь. Это такой лососевого цвета флакончик, очень он меня привлекал, очень мне хотелось его попробовать. Наконец-то я с ним познакомилась и могу сказать, что очень милый, приятный, уходово-кремовый парфюм. Лично для меня не особенно в нем хватает какой-то экстравагантности, интересности. Это аромат, такая вот пижамка милая, уютная, в которой очень приятно находиться. Аромат уюта, даже домашнего какого-то времяпрепровождения, умиротворения какого-то, даже медитации лично для меня. Такие ароматы тоже нужны, я такие ароматы тоже люблю, но тем не менее, вот почему-то он меня не особенно зацепил, хотя аромат очень приятный. Следующий парфюм, это тот, который я наконец-то попробовала, это Флёр Маск в парфюмерной воде. И могу сказать, что это то, что я люблю, это красивый цветочно-мускусный парфюм, в такой немножко мыльной теме. Очень приятный мускус, аромат чистоты, аромат красивых цветов. Здесь пион заявлен, и для меня это действительно самая главная нота этого аромата. Очень шлейфовый, очень яркий. Когда все блотеры лежали здесь на столе, этот аромат отчетливо выделялся среди всех ароматов. В общем, очень сильный, настырный, настойчивый аромат. Очень яркий, шлейфовый. Я такие очень люблю, и этот красивый розовый флакон не выходит у меня из головы. Я, пожалуй, этот аромат тоже хочу, и со временем буду приобретать свою коллекцию. Следующий парфюм, который я очень хотела попробовать, это новинка 2021 года, Нарцисса Родригес Маск Нуар. Многие девчонки-блогеры уже купили его в свою коллекцию. Мне, конечно же, было очень интересно. И когда я его послушала, я, в принципе, не то чтобы разочаровалась, но просто я от него слишком многого ждала. То есть название Маск Нуар, черный мускус, ночной мускус, наталкивало меня на мысль, что это что-то вечернее, что это какое-то такое томное, что-то глубокое, тяжеловатое. Но на самом деле аромат, знаете, в каком стиле? В стиле флёр маск. И да, это как будто флёр маск, в который добавили вот этой вкусной сливовой ноты, которая немножко утяжеляет и приземляет этот аромат. Он звучит более глухо, он не такой летящий, парящий, воздушный и дикошлейфовый. И вот эта замшевая нота в базе также делает его более основательным ароматом, более спокойным таким. Не могу сказать, что это нюдовый парфюм, но тем не менее, вот название Маск Нуар не вяжется у меня с этим парфюмом. А так аромат очень даже приятный. Следующий аромат, который мне очень понравился и заинтересовал, это Хьюго Босс, Элайф или Алиф. И туалетную, и парфюмерную воду я попробовала. И из них мне понравилась больше парфюмерная. Туалетная более такая... Туалетная, это, кстати, новинка 21-го года, а парфюм это 20-й год. И парфюм это более такая глубокая, сладковатая, шершавая композиция, очень тёплая, согревающая, древесная в базе. Аромат очень яркий, очень насыщенный, красиво сладковатый. Здесь огромное количество фруктов в начале. Эти фрукты очень так заманчиво, интересно звучат. Вкусно-сладкий аромат, но не могу сказать, что он гурманский. Для меня лично очень приятный. Я в последнее время очень спокойно и благосклонно отношусь к сладким ароматам. Для меня это большой прогресс, так как ещё совсем недавно, несколько лет назад, сладкие ароматы были для меня абсолютное табу. Этот аромат мне понравился. В нём есть некоторая мужская нотка, какая-то небольшая мужская база, и мне это также очень нравится. То есть для меня это такой более унисексовый парфюм, не могу назвать его чисто женским. Так же, как и туалетная вода, которая у нас вышла в 2021 году. Это похожее звучание, но здесь больше цитрусовых нот. Более он такой воздушный, более, мне кажется, шлейфовый. Но лично для меня глубина первого аромата более ценна. Следующих три аромата я попробовала просто мимоходом. Три аромата от компании Lanvin. Это три принцессы. Принцесса самая первая, принцесса Blooming и принцесса Sensuelle. Значит, скажу сразу, что больше всего мне понравилась принцесса Blooming. Это, кстати, аромат, вышедший в 2020 году, то есть это относительная более-менее новинка. И мне этот парфюм очень понравился и приглянулся, потому что у него очень яркое, позитивное, очень весёлое звучание. Я не могла понять, что он мне такое напоминает. Вначале какие-то такие очень похожие на что-то ноты, какая-то красивая фруктовость. А оказалось, что это арбуз в начальном звучании. И, в принципе, я хотела бы этот аромат. Я уже даже промониторила цены, нашла, в принципе, недорогую цену на тестер этого парфюма. И если мне сильно захочется, если припечёт, то этот аромат себе куплю. Потому что он, скажем так, запечатлился в моей памяти. Я его очень хорошо помню. Я помню то впечатление, которое он произвёл на меня. И поэтому я, в принципе, не то чтобы не против, я бы хотела этот парфюм. Следующий аромат, который меня очень заинтересовал своим названием, это, скорее всего, лимитка аромата, которую я уже хорошо знаю. Это Линтерди от Живанши Мелесиме или Мелесиме. Не знаю, надеюсь, я правильно читаю. Значит, это у нас аромат, который тоже новинка, по-моему, или 21-го, или 20-го года. И это фланкер классического Линтерди. И я читала пирамиду, и в нём есть ещё не роли. То есть он, кроме своей туберозности, он такой более свежий, более, возможно, немножко цитрусовый аромат, более такой, как бы, лишённой сладости. Да, если Линтерди у нас более сладкий такой аромат, туберозный аромат, тут тоже есть тубероза, но тут ещё, кроме туберозы, есть ещё другие белые цветы. В общем, это опять не моё, потому что я не особенно оценила даже Линтерди. Линтерди мне нравится в чёрной версии. Ну, в принципе, Линтерди обычно мне нравится больше, чем этот, потому что вот этот Нероли, он делает его слишком строгим, на мой взгляд. Поэтому вот как-то не моё это. Так, следующий аромат, который в том же самом направлении, что и классический Линтерди, это Кинзо Поппи Буке. Я, если честно, не ожидала такого сходства, и когда я нанесла его на блотер, я послушала этот аромат и думаю, блин, это ж реально похоже на Линтерди. Это очень похожее звучание. Это тубероза Гордения, что-то типа того. Гордения здесь заявлено в этом аромате. Это такая шершавость, довольно-таки достойно звучащий парфюм, но он не уникальный. Он уже вторичный. Это 20-й год выхода. Симпатичный аромат, но лично для меня, опять же, это не попадание в цель, так как это, опять же, белоцветочность, это туберозность, а это не то, что я люблю. Тот аромат, который мне понравился, я обратила на него внимание, это Дольче Габбана, Дольче Роуз. Новый аромат про розу. И эта роза мне очень сильно понравилась. Это такая веселая, оптимистичная, жизнерадостная и позитивная роза. Сладковатая, ягодная. Ну вот веселый аромат, это тот аромат, которым бы я хотела обливаться этой весной. Я уже задумалась, возможно, мне его нужно уже купить. Ну, всех ароматов, к сожалению, не купишь сразу, при первом же желании. Хотя так бы хотелось бы. Аромат очень приятный. Я вообще люблю розу в парфюмах. И, если честно, вот эта линейка Дольче, не могу сказать, что они все меня порадовали. Я попробовала еще Гарден, по-моему, и мне также он понравился. Я пробовала их желтенький аромат с желтой крышечкой, с желтой розочкой. Он также мне приглянулся, но там какая-то нота меня немножечко отпугнула. Я его не купила себе, хотя при первом затесте он мне очень понравился. В прошлом своем влоге я уже показывала вам затесты ароматов. То есть я также ходила в Брокар, и тот аромат мне понравился. Я его выделила. Но когда пришло время определиться с покупкой, я так его и себе не купила. Вот этот аромат мне очень понравился. Я, правда, читала о нем, что он не особенно стойкий, но в нем столько яркости, позитива и хорошего настроения, что, в принципе, я думаю, несколько часов стойкости меня абсолютно устроит. Так, следующих два аромата это от бренда Zarka Parfume. И мне очень хотелось попробовать в очередной раз аромат Minage от Rua, который я уже пробовала несколько раз и утвердилась в мысли, что этот аромат мне очень нравится, я хочу его иметь. И еще попробовала Buda Wood. Вот Buda Wood мне не понравился. Этот аромат очень сухого такого дерева, от которого просто у меня в горле просто начало так вот царапать. Мне очень не понравилась эта сухость дерева, слишком сухой аромат, то есть в нем нет какого-то интересного перелива. А вот Minage от Rua, это я уже точно знаю, что этот аромат я буду караулить хорошую цену и как-нибудь по возможности куплю себе этот красивый аромат. Этот аромат у нас вообще, по-моему, про арбуз и про мускус. Ну, он очень интересный. И несмотря на то, что в нем как бы мало компонентов, звучит он интереснейшим образом. Этот молекулярный интересный состав. У меня в Zerco Parfum есть несколько фаворитов. У меня уже есть три аромата. И сейчас самый-самый любимый, это даже не девятая молекула, это восьмая молекула и седьмая молекула. Но больше всего мне нравится сейчас самая необычная из всех, это восьмая молекула. Здесь для меня есть кое-что похожее, кое-что все-таки, да, есть. Но все-таки этот аромат я очень хочу. Он должен быть у меня, потому что вот такое необычное звучание, молекулярное звучание парфюмов, я очень уважаю и люблю. Я люблю, когда непонятно, из чего соткан аромат. Что там такого намешали, что получился вот такой приятный, интересный запах. Так, о молекулах. Попробовала я еще молекула 5-й эксцентрик, эксцентрик молекул, 5-й эксцентрик, номер 5. Это новинка также, по-моему, прошлого года. И могу сказать, что приятный аромат, но он меня не особенно зацепил, впечатлил. Что-то такое я уже слышала, что-то цитрусовое, специевое, немножко древесное, всего понемножку в этом аромате. И как бы, не знаю, надо еще пробовать, не буду делать поспешных выводов, потому что с молекулами такое бывает. За первый раз вы, возможно, их сразу не распробуете. Так, что у меня тут осталось? Осталось у меня 3 аромата. Это Олимпия Блоссом от Пакарабан. Это новинка 21-го года. И когда я только его попробовала, мне он понравился. Я люблю такое яркое, цветочное, сладко-соленое звучание. Он, в принципе, в духе Олимпий, да? Это сладость, это немножко соли, это интересные цветочные ноты, здесь, в частности, роза. Аромат красивый, но он очень нестойкий. Если все ароматы я еще на блотерах чувствую, то этот аромат уже улетучился. Попробовала Лееве Соло. Вот, знаете, там очень сложно не ошибиться в магазине, так как с Леева со всех сняты крышечки. И когда я еще не особенно знаю ассортимент всех парфюмов, потом мне очень тяжело идентифицировать этот парфюм на фрагрантике. Красивый также как бы и фруктово, и древесно, и цветочный, очень яркий, насыщенный, красивый парфюм. Вот яркость. Я люблю яркость в парфюмах, я люблю яркие, красивые, запоминающиеся шлейфы. В этом парфюме все здесь было и осталось до сих пор на блотере. И последний аромат это Pink Magnolia, опять же, от Лееве. И я также хочу этот парфюм. Красивая цветочная нота в сочетании с фруктовостью, яркой также. Как бы и ничего супер необычного, но это настолько приятно. Это приятно носится. Это 100%. Это универсальные, яркие, красивые ароматы, которые добавляют уверенности в себе. И 100% понравится окружающим, и комплименты вам гарантированы. Красивое цветочное фруктовое звучание. Все, по бракарду это все. В тот день я ходила по многим парфюмерным магазинам, так как в Кернополе моя парфюмерная подруга Таня поводила меня по многим злачным местам, показала мне многие классные парфюмерные частные магазинчики, просто напиханные огромным количеством парфюмов, которые можно попробовать самостоятельно, что, конечно же, очень немаловажно лично для меня и для любого любителя парфюмерии. То есть не просить каждый флакон с витрины, а просто подойти его и послушать, и понюхать. А теперь хочу вам рассказать о результате своей покупки, своей неудачной покупки, первой покупки на сайте Ева. Чем все это закончилось? Если вы смотрели предыдущие мои видео, вы знаете, что я недавно делала впервые заказ на сайте Ева, и у меня получился не очень удачный заказ, то есть мне пришел некачественный аромат. Вот такой вот красный флакон, очень красиво я охотилась за этим ароматом, нашла хорошую цену на сайте Ева, и решила заказать там этот парфюм, так как очень много было даже от блогеров, наших украинских блогеров, позитивных отзывов на этот магазин, и я заказала этот аромат, и он мне пришел, я его не проверила на почте, это моя фатальная ошибка, и открыла его только дома. И когда я открыла его дома, покупала я тестер, я увидела, что аромат вот так вот на палец неполный. Я сразу же обратилась на сайт, на горячую линию, позвонила им, сделала все фото этого флакона обязательно, сделала такую документальную съемку, и сказала, что такая вот ситуация, аромат пришел вот в таком-то виде, разберитесь, пожалуйста, или верните мне деньги, или как-то решите этот вопрос. Они рассматривали мою заявку, наверное, около недели, то есть мне предложили отослать им все мои документальные данные этого флакона, распаковку, если вдруг я ее делала, а я сделала что-то типа распаковки. И пришел мне ответ с сайта Ева, что они приняли решение вернуть мне сумму 200 гривен, не знаю, как они это посчитали, возможно, как-то из этого объема, который мне не хватал, вернуть мне эти деньги не на мою карточку, а на карточку, с которой вот я посещаю магазин Ева. То есть это как бы скидка на мою покупку в магазине Ева, в который я могу сходить вот так вот, просто куда-то съездить или посетить этот магазин. Ну, как бы выбора мне не оставили, то есть они могли бы сделать как-то по-другому, предложить мне, например, сбросить деньги на карточку, те, которые они мне, в принципе, должны, или сделать скидку на следующую покупку в их интернет-магазине. Ну, а так мне придется теперь идти в магазин Ева или ехать специально, потому что в нашем городишке маленьком нет этого магазина, и делать обязательную покупку, чтобы вернуть свои деньги. Вот как-то мне не особенно это понравилось, как бы меня, не то чтобы заставили, но поставили перед фактом, что я могу потратить эти деньги, которые, в принципе, должны быть моими, только в их магазине. И то не в том магазине, в котором я хочу. То есть в магазине Ева, в обычном магазине стационарном, я практически, ну, очень редко делаю покупки, а теперь мне придется это сделать, чтобы вернуть, как бы, свои огромные денежки. Вот таким вот образом магазин Ева решил эту ситуацию, разрулил этот вопрос. Ну, хоть как-то спасибо и на этом. Я узнала о многих негативных отзывах от покупок в том магазине, от людей, которые делали там заказы, и которым приходил некачественный продукт или неполный какой-то флакон. Вот. И их проблема никоим образом не решилась. То есть им никаких средств не вернули, ничего они не доказали и оставили все как есть. Мне удалось, в принципе, это сделать. Я, в принципе, этому рада. И для меня это будет жесткая наука на будущее проверять все ароматы сразу на почте. Если бы я увидела, что парфюм не долит, я бы сразу его вернула. То есть я просто бы его не забрала с почты. Поступили вот таким вот непорядочным образом и надеялись, что это им прокатит. И, как видите, практически прокатило. То есть я сама себе виновата. То есть обращайте, пожалуйста, внимание. Рассматривайте внимательно свои посылки на почте. Если вас что-то не устраивает, просто отказывайтесь от своей покупки. Друзья, хочу показать вам распаковку своей посылки с сайта на Тина. Я заказывала для себя аромат Клои, классический, в парфюмерной воде. Там было классное предложение. Хорошая цена за набор. Очень часто там бывают такие хорошие цены именно ароматов в наборах. И я стараюсь это делать, покупать именно в наборах, потому что это очень выгодно по цене и очень приятно визуально подержать эту классную коробку в руках. Так что давайте с вами будем открывать. Как видите, коробка довольно-таки большая. Ну, потому что как бы набор большой. И скорее всего из-за этого, потому что там другого ничего в средине уже нет. Кое-как, кое-как открываем с вами эту большую коробку. Обратите внимание, как раз как упакована посылка. Очень хорошо упаковывает на Тину свои посылки. И как видите, я не проверила ее на почте. Это опять же, вам говорю, проверяйте, а сама постоянно рискую. Почему не проверяю? Потому что у меня лично нет времени сходить на почту за своими посылками. Их постоянно забирает мой муж. И поэтому так получается, что очень часто у меня такие вот проколы с заказами. Вы так никогда не делайте, пожалуйста. Так, достаем, да? Убираем эту коробку. Вот это упакованная моя посылочка. Как всегда, очень хорошо в пупырчатую пленку. Давайте ее сними. Очень все надежно. Извините за шум, конечно, но без него никак как бы не получится. Вот этот классный набор. Супер. Такая красивая весенняя коробочка. Но не могла я пройти мимо. И цена была просто супер классная. И такие коробочки меня потом радуют. Долгое время. Я в них что-то складываю. Или пробники, или отливанты. О-о-о-о-о-о-о-о. Так. Обратите внимание. Здесь нет еще одной миниатюрки. Расхвалила, пожалуйста. Сейчас будем ее искать в середине. Может, она куда-то там упала? Скорее всего, она упала. Потому что что-то тарахтит. Фух, мне уже аж плохо стало. Потому что я думала, что опять прокол с заказом сайта Давайте посмотрим сразу, потому что мне буквально не терпится Открываем Открываем Так, и она аж прям, девочки, тут в средине Эта маленькая бутылочка Я не знаю, как я ее оттуда должна вытащить Есть! Фух! Мне плохо буквально стало Думаю, ну что ж такое, что мне так не везет в последнее время с этими заказами Так и не повезло Обратите внимание, обратите свое внимание Абсолютно пустая бутылочка и побитая Девочки, это капец Это просто ужас Ну что же это такое? В последнее время у меня какие-то невезучести Вот, хорошо я сняла вот это вот видео распаковки И обязательно напишу на этот сайт Потому что я, если честно, в шоке Вы видите, что происходит? Все, настроения у меня уже нет Ай, какой кошмар! Сайт на Тина Ну это просто ужас, что же вы такое делаете? Вы что, не проверяете абсолютно свою продукцию? Во-первых, ну пусть она надбитая Но она пустая, девочки Это совершенно пустой флакон Ах, я в шоке! Я такого не ожидала Я просто в ужасе Давайте будем рассматривать основной флакон Потому что если он еще и он бракованный какой-то То я не знаю Я не знаю, что я просто буду делать Руки дрожат, голос дрожит И уже слезы на глазах Вот моя Клоя Из-за которой я как бы и уцепилась за этот набор Хотя можно было взять просто флакон Тоже по хорошей цене Флакон полный как бы Ну у меня уже все пропало Все упало Да Такого у меня еще не было, если честно Вот настолько хамского отношения Я еще как бы не встречала Не знаю, как я буду разруливать эту ситуацию И тут еще в набор, как видите Входил вот такой лосьон для тела Тут у нас объем 100 мл Ой, не хочется даже смотреть уже ничего Потому что совсем нет настроения Вот такой он беленький в середине Запах тот же, очень классный запах Люблю я, конечно, ароматы Клоя Особенно вот эту самую первую классическую версию Именно парфюмерную воду У меня сейчас есть две новинки Это Абсолют версия И это версия Танжерин И тоже они мне очень нравятся Они необычные, интересные Чем-то как бы и похожие на классическую Клоя Но у них есть все-таки своя изюминка Какая-то задумка И они для меня тоже очень интересные И очень приятны в носке Сейчас с удовольствием пользуюсь теми новинками Ну и, конечно же, уже буду без зазрения совести Поливаться этим своим ароматом Клоя Классическим Потому что там у меня осталось совсем чуть-чуть В моем старом флакончике И я его, если честно, берегу и экономлю Теперь уже этого не будет Давайте с вами сделаем пшик Чтобы еще проверить Есть холостые С этим все в порядке Аромат моей любимой Клоя И вот такой вот удар Очень неприятный Это просто отвратительно Обратите внимание Побитый флакон и абсолютно пустой А, тут еще и дырочка Вот он полностью разбился Давайте посмотрим и исследуем И да, он просто разбился В середине Вот вот эти пятна Жирные Вот парфюма Вот, пожалуйста Ой, я в шоке Я, если честно, брала этот набор С учетом того, что у меня будет Ну, такая оказия У меня, у моей крестницы будет день рождения Она любит духи Я думала, подарю ей маленький флакончик Как дополнение к основному подарку Вот и, пожалуйста Сделала я очень выгодную экономично покупку И посмотрите, чем это обернулось Я буду, конечно же, обращаться на сайт Нотина Но это ничего не даст девочки Если бы я сразу проверила при покупке Я бы могла эту посылку вернуть назад Нотина Вот сколько меня не учи А я дальше делаю то же самое Вот, пожалуйста Какой раз у меня уже такое происходит Это до сих пор меня ничему не научило Надо все-таки искать время И самой ходить забирать покупки своей посылки В общем, я, если честно, сегодня ужас как расстроена Мне ничего не радует Ни эта красивая коробочка уже Ничего абсолютно Не та цена, которую я заплатила Потому что, получается, я переплатила за вот этот вот брак И все, девочки Я в расстроенных чувствах прощаюсь с вами Пока Друзья, покажу вам вот такой вот аромат Который я купила себе в тестерном варианте Это у нас Задик Вольтер Гелл Кен Дуэ Энэ Синк Я читаю, как могу, извините, английский не мой язык И хотела показать вам, в каком хорошем Какой хороший тестер, да, приходит То есть, очень качественное исполнение тестера Сразу видно, что это оригинальная продукция С таким вот бачкодом на дне, да Углубленным, выдавленным Очень хорошо выглядит коробочка И очень классный парфюм Я брала себе пробник Этот пробник я использовала практически до конца И решила, что мне нужен флакон Потому что, несмотря на то, что этот аромат Немножко не того направления, которого я люблю Но мне очень понравилось его носить То есть, я относила этот пробник просто в захлеб Давайте еще раз смотрим флакончик Как видите, тяжелое стекло Очень хорошо исполнен флакон Несмотря на то, что это тестер Гравировка на дне флакона Такая еле-еле заметная Но она все-таки есть Код, бачкод Полностью соответствует бачкоду на коробочке Вот здесь такая рифленая наклейка Это бумага Но она, возможно, даже и не бумага Что-то типа такой искусственной кожи Ну, в общем, точно не знаю, что это такое Но, тем не менее, смотрится это очень так дорого Классно смотрится Тяжелая, металлическая Нет, она не металлическая Она пластиковая Но все-таки не особенно легкая крышка Вот такой вот распылитель Вот такой вот значок В общем, полностью флакон Такой же, как и в оригинально упакованной коробке Но, тем не менее, это тестер И он намного дешевле получается И, конечно же, я с удовольствием его схватила Здесь, по-моему, 100 миллилитров Нет, 90 миллилитров Такая нежно-розовая жидкость во флаконе И о чем аромат? Аромат у нас довольно-таки бело-цветочный Для меня это опасное направление Это направление Жасмина апельсинового цвета и туберозы Здесь даже я чувствую оттенки туберозы Но это, скорее всего, апельсиновый цвет Так немножко под туберозу маскируется Значит, в первых нотах Это апельсиновый цвет, бергамот и груша В средних нотах это бобы тонка И в базе это амброксан, ваниль, мускус и папоротник Очень интересное как бы сочетание нот в базе И в 2018 году этот аромат вышел у нас И он заявлен как восточно-фужерный Не знаю почему Для меня это бело-цветочный фруктовый аромат С яркой нотой груши на старте Очень шлейфовый, очень объемный Но в то же самое время легкий, девичий И довольно-таки ненавязчивый То есть шлейф есть, но он тонкий Очень красиво звучащий Интересный, модный Но в то же время не дико удушающий Не дико сладкий Есть в нем эта сладинка Это такая пестрая, яркая, нарядная нота груши в начале Но все-таки это не дешево звучащий парфюм В нем есть молекулярная составляющая Амброксан И он звучит из-за нее, я думаю, настолько объемно То есть он очень шлейфовый И он заполняет пространство как бы собой Очень классный качественный парфюм Сейчас, думаю, теплой весной В апреле буду с удовольствием его носить Он в одном направлении С Carolina Herrera Good Girl Который я не поняла и не полюбила пока что Потому что там тоже вот такое вот Похожее сочетание сладкой и туберозной ноты Здесь как бы очень похожее звучание Но оно более тонкое Более такое для меня носибельное и приятное Несмотря на то, что здесь нелюбимая мной нота Я выбрала для себя этот аромат И с удовольствием, без напряга Буду носить этот парфюм Я думаю, и летом он будет хорошо заходить Поэтому, я думаю, очень классная покупка Как раз по сезону Ну что ж, я надеюсь, вы посмотрели Распаковку и отзыв на мои новые ароматы Я надеюсь, вам понравилось и было интересно Если это так, поставьте лайк Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан Не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропустить следующие мои видео Жду вас в комментариях Напишите мне в комментариях Заказывали ли вы что-то на сайте Ева Если вы с Украины И все ли у вас было хорошо с этим сайтом А также напишите о новинках 2021 года Которые вы пробовали И которые, возможно, вас настолько впечатлили И вдохновили, что вы хотите Купить их в свою коллекцию Мне будет очень интересно почитать А мы увидимся с вами совсем скоро В моих следующих новых видео Всех вас крепко целую, обнимаю До скорых встреч, пока-пока